Добрый день еще раз. При всей новизне термина кардио-онкология, это все-таки уже выходит сейчас из разряда такой медицинской экзотики и становится, в общем, довольно привычным для практических врачей разделом медицины, и, в общем, становится понятно, в чем именно должно заключаться взаимодействие между онкологами и кардиологами, и спектр этих взаимодействий, он, безусловно, не ограничивается только диагностикой кардиотоксичности, попыткой изменить эту кардиотоксичность, уменьшить кардиотоксические воздействия. Спектр этих взаимодействий, конечно же, гораздо шире, и один из очень важных с практической точки зрения вопросов и весьма таких, приводящих к напряженным дискуссиям всегда, это подготовка больного с сопутствующими кардиологическими заболеваниями к хирургическому лечению по поводу онкологических заболеваний. И здесь такое количество аспектов приходится учитывать, и такое обычно сложное междисциплинарное обследование больного должно быть проведено, которое учло бы, с одной стороны, и наше желание всеми силами помочь пациенту, как бы тяжело он не страдал и какое бы количество коморбидности у него не было, с другой стороны, и, конечно, избежать ненужных, неоправданных вмешательств и сократить, что называется, анестезиологический и хирургический риск. Ну вот одна из слайд, который иллюстрирует актуальность этой проблемы, это доклад Всемирной организации здравоохранения о ситуации в онкологии в разных странах, это вот ситуация в нашей стране. Как видите, смертность от злокачественных заболеваний органов дыхательной системы, которые у мужчин выходят на первое место, и чрезвычайно распространенные эти заболевания, наметилась за последнюю декаду определенная тенденция к снижению, что можно было бы связывать, например, с уменьшением частоты курения и мероприятий, направленных на уменьшение курения. Точно так же небольшая тенденция наметилась в снижении смертности от рака желудка, что, наверное, можно было бы связать с реализацией более эффективных стратегий терапии язвенной болезни желудка и так дальше. Но вот этот вот подъем в конце с 2011 по 2012 год, который вот сложно объяснить какими-то клиническими факторами или там морфологией заболевания, морфогенезом заболевания, говорит скорее о том, что, возможно, это какие-то статистические игры, которые связаны с интерпретацией причины смерти, и, естественно, они влияют на получаемые таким образом кривые. И обратите внимание, что у женщин, при том, что довольно монотонные кривые смертности за последнюю декаду, но также есть небольшой подъем, что, скорее всего, говорит действительно о каких-то отличиях подсчета. Такое большое количество онкологических заболеваний, безусловно, делает тему подготовки этих больных к хирургическому лечению чрезвычайно актуальной. Обратите внимание, что ВОЗ среди причин развития опухолевых заболеваний, причин смерти от этих заболеваний, пять основных, связанных с образом жизни, называют те же самые причины, что мы привыкли видеть как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому многие из этих больных исходно имеют высокую вероятность этих болезней, прежде всего из-за высокой частоты курения среди этих пациентов. Ну и, конечно, онкологические пациенты это все-таки в основном, по крайней мере в нашей практике, это люди второй половины жизни. Средний возраст называется для первичного онкологического пациента 61,8, для мужчин, для женщин 62,8 лет. То есть, естественно, это люди в основном отягощенные по сердечно-сосудистой патологии. Как это влияет на результаты хирургического лечения? И вот на этом слайде представлена работа, в которой обобщены, ретроспективно обобщены данные наблюдения более чем за 6,5 тысячи пациенток с протоковой карциномой молочной железы. Эта база данных копилась на протяжении довольно долгого времени, с 1997 по 2005 год. Часть пациенток была подвергнута только хирургическому лечению, а часть подвергалась также еще и лучевой терапии, направленной на правую или левую половину грудной клетки, в зависимости от расположения опухоли. Основной вывод этой статьи звучит как то, что, собственно, лучевая терапия не увеличивала шансы появления сердечно-сосудистой патологии по сравнению, собственно, с хирургией как таковой. Нас сегодня это, наверное, не особенно интересует, сколько вот те данные, что в общей популяции общая частота развития сердечно-сосудистых осложнений от 7,5%, у больных без предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе несколько ниже 6,4%, а вот если анамнез этих пациентов отягощен по сердечно-сосудистым проблемам, то здесь в 5 раз выше, да, 37%. И несмотря на то, что, да, этих пациентов в абсолютной массе все-таки значительно меньше, на порядок меньше, это связано и с отбором пациентов для хирургического лечения, и, возможно, с особенностями самой популяции как таковой, это все-таки довольно молодые женщины, но вот этот высокий процент сердечно-сосудистых осложнений заставляет, конечно, чрезвычайно внимательно относиться к предоперационному ведению этих пациентов, не только обследованию, но и, возможно, какой-то медикаментозной или хирургической подготовке к, собственно, радикальному лечению опухолевого заболевания. И в нашей стране есть рекомендации клинические, которые как раз направлены на решение вот этих вопросов, называются они прогнозирование и профилактика кардиальных осложнений вне сердечно-хирургических вмешательств. Этот документ в 2011 году был издан, с тех пор европейские и американские коллеги в 2014 году подобные рекомендации переиздали, но, к сожалению, полностью перенести ту информацию, которая в этих рекомендациях есть на больных с опухолевыми заболеваниями, не получается. По ряду причин. Ну, во-первых, как мы, собственно, относимся к выработке рекомендаций по диагностическим мероприятиям у тех или иных пациентов? Ну, мы изучаем какой-то диагностический метод и дальше строим так называемые рок-кривые, изучаем чувствительность и специфичность этих методов, или, как, например, в этом исследовании сопоставляется выживаемость, ранняя или отсроченная у пациентов, которых вели с помощью разных тактик. И вот в данном случае это иллюстрация из статьи, в которой сопоставлялись результаты проведения компьютерной томографии с контрастированием у пациентов с болями в груди для выявления ишемической болезни сердца против стандартной тактики обследования, когда применялись просто электрокардиографические функциональные методы. Это исследование показало, что, по крайней мере, на старте обследования этих пациентов такой высокотехнологичный метод, как компьютерная томография, абсолютно не дает никаких преимуществ прогностических. Судьба этих больных будет одинакова. И поэтому, по крайней мере, в такой ситуации можно обойтись гораздо более простыми, дешевыми методами. Естественно, такой подход на больных с онкологическими заболеваниями не может быть реализован, потому что, к счастью, все-таки эти болезни несколько более редки, несмотря на то, что они частые причины смерти, но вот по сравнению с сердечно-сосудистыми заболеваниями они довольно редки, и, соответственно, набрать группу для обследования будет несколько более сложно. Эту группу стандартизовать по стадии опухолевого процесса, по избранному методу лечения, или это лечение часто бывает комплексное, с применением лучевой, там, и химиотерапии, будет чрезвычайно сложно. И поэтому, к сожалению, вот прямо в таком виде эти исследования, ну, принципиально, наверное, нельзя сказать, не могут быть проведены, но крайне затруднены, и практическая их реализация очень сложна. Поэтому, к сожалению, какие бы рекомендации мы не могли бы выработать в этом отношении, они, скорее всего, будут относиться к уровню доказательности С. То есть, это не результаты рандомизированных контролируемых исследований, это не многие нерандомизированные исследования. Скорее всего, это будет констатация сложившегося на сегодняшний день подхода к ведению этих пациентов, которая будет, ну, как бы одобрена экспертами в этом отношении на основании объединения каких-то разрозненных клинических наблюдений или регистров. Ну, вот, собственно, это одни из таких основных отличий этой популяции пациентов. Есть еще одно важное отличие. Ну, вот, как строится вообще подход к оценке, подход к сопоставлению рисков хирургического вмешательства и сердечно-сосудистых рисков? Мы, прежде всего, оцениваем сам по себе хирургический риск. И в зависимости от американских или европейских рекомендаций, существуют разнообразные шкалы. Многие из них прекрасно уже валидизированы и показали свою результативность на самых разных популяциях пациентов. Шкалы эти есть, онлайн-калькуляторы, есть калькуляторы для мобильных телефонов. Я хотел бы обратить внимание, что, по крайней мере, вот в американской шкале, которая используется, диссеминированное злокачественное заболевание само по себе является мощнейшим фактором риска любой хирургической процедуры. Значительно повышает его риск. У европейцев в основном те хирургические процедуры, которые проводятся по поводу злокачественных новообразований, это всегда хирургия высокого риска. И поэтому вот по тому индексу, индекс ЛИ, так называемый, который мы используем для того, чтобы оценить вот этот баланс сердечно-сосудистых и онкологических рисков, значит, вот этот один балл у нашего пациента будет практически всегда. И любое из сердечно-сосудистых заболеваний, это уже сразу два балла, то есть около 7% сердечно-сосудистых осложнений, это больные уже довольно высокого сердечно-сосудистого риска. И самый важный момент, у нас абсолютно нет времени для того, чтобы эти сердечно-сосудистые проблемы решать. Если для обычного хирургического пациента мы можем, ну я не знаю, какую-нибудь операцию по поводу там грыжи или по поводу там холецистоктомии, ее можно отложить на год, например, да, это так называемые элективные вмешательства, которые абсолютно показаны, но тем не менее могут быть выполнены в обозримые сроки. Здесь у нас нет этого времени, потому что мы, естественно, опасаемся прогрессии самого опухолевого заболевания, метастазирования, усугубления этого процесса. И поэтому временем мы ограничены, ну скажем, неделями, да, ну может быть месяцами. И хотелось бы и констатацию рисков, и сведение их к минимуму с помощью наших каких-то воздействий в это время уместить. Для этого нужен очень четкий план. И, наверное, основные направления, в которых должен кардиолог действовать, обследуя пациента, это выявление, ну собственно, основных разделов учебника по кардиологии, да, артериальная гипертония, различные проявления ишемической болезни сердца, ну прежде всего, стенокардия напряжения или перенесенный инфаркт миокарда, а больных с острым инфарктом миокарда, в общем, тут, наверное, в меньшей степени разговор идет. Патология клапанов сердца, нарушение ритма и проводимости, сердечная недостаточность и бессимптомная левожелудочковая дисфункция, систолическая и диастолическая, оценка риска тромбоэмболических осложнений, и здесь не только речь идет о венозных тромбоэмболиях, которые сейчас, в общем, хирурги самостоятельно, без терапевтов, прекрасно и оценивают, и вполне, так сказать, на высоком уровне гулянтов или хирургами самостоятельно, или вместе с флебологами, здесь, наверное, скорее от кардиолога требуется оценить риск тромбоэмболических осложнений при мерцательной аритмии, то есть заниматься профилактикой инсульта. И нарушение обмена, метаболический синдром и снижение почечной функции. Если эти пункты перемешать, то можно составить мнемоническое такое правило, антирок, руководствуясь идеей, что таким образом мы пытаемся изменить судьбу пациента, боремся с роком, да, значит, артериальная гипертония, недостаточность, тромбозы, ИБС, ритм, обмен и клапаны, да. Таким образом, сбор анамнезов, интервью пациента должно обязательно включать вопросы, которые направлены на выявление болей в груди и тщательная характеристика этих болей, потому что именно на вот этом правильном описании жалоб в дальнейшем будет базироваться необходимость инструментальной диагностики ишемической болезни сердца и, в частности, проведения нагрузочного теста, что не всегда для этих пациентов является простой задачей. Выявление признаков сердечной недостаточности, одышка, слабости, отеки, они могут быть просто проявлением левожелудочковой дисфункции или признаком клапанного поражения, артериальное давление. И тут, к сожалению, пациенты многие не могут дать нам сколько-нибудь внятной информации, да, потому что они или не знают о существовании у себя этой проблемы, или слишком мало озадачены этой ситуации, особенно на фоне выявленного у них онкологического заболевания, понятно, что гипертония становится, отходит явно на второй план. И здесь, по крайней мере, при первой встрече терапевт или кардиолог должны объяснить пациенту необходимость самостоятельного контроля артериального давления, и предвидя следующую встречу с этим пациентом, необходимо ему, конечно же, дать задание ввести дневник самоконтроля, который на следующем визите может быть специалистом, уже, так сказать, привлечен к какому-то анализу и работе. Синкопы, головокружения и судороги, которые могут являться проявлением значимых нарушений ритма и проводимости, конечно, это такие драматические проявления, и чаще мы спрашиваем больных просто о сердцебиении или перебоях в работе сердца, и, к сожалению, обычно эта симптоматика часто интерпретируется скорее с значительно большей опаской, чем эти симптомы того требуют. Потому что, конечно, ощущать и сердцебиение, и перебои в работе сердца многие из этих пациентов могут, и это обычно в малой степени каким-то образом повышает риски и может повлиять на их судьбу. Ну, конечно, когда симптоматика уже такая выраженная, речь идет о клинически важном заболевании. Очень важно выяснить то, какие лекарственные препараты принимают эти пациенты. И здесь речь идет не только о, собственно, кардиологических лекарствах, например, гипотензивных препаратах, но и антиагрегантной и антикоагулянтной терапии, которую необходимо тщательнейшим образом согласовать и с больным, и с хирургом, который в дальнейшем будет вести этого больного для того, чтобы правильно организовать мосты, переходы с непрямых к прямым антикоагулянтам или, скажем, с антитромбоцитарных препаратов к прямым антикоагулянтам и так дальше, статины и так дальше. То есть все лекарственные препараты мы должны с пациентом обсудить. Кроме того, многие из этих лекарств, возможно, будут создавать почву для какого-либо межлекарственного взаимодействия, и это опять будет склонять нас в сторону кардиотоксичности, ее потенцирования или, наоборот, снижения. Лабораторное обследование. Обязательно все пациенты, естественно, проходят общий анализ крови и мочи. И биохимический анализ крови, который набор биохимических этих параметров должен обязательно носить какую-то такую кардиологическую осмысленность. Это обязательное определение креатинина для того, чтобы мы могли потом на основании какой-то из формул, или Кокрафта Голта, или МДРД, или СКДП рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Электролиты, липидные показатели, хотя бы два из них, общий холестерин или протеиды низкой плотности. Уровень глюкозы, а также некоторые параметры, которые отражают работу печени, ну, снова исходя из того, что, возможно, нам придется назначить препараты, например, статины, которые на эту функцию будут влиять. АЛТСТ и билирубин, общий прямой. Сложно сказать, насколько необходимо всем пациентам выполнение коагулограммы в полном объеме. Но вот, по крайней мере, два этих параметра, протромбиновый индекс и АЧТВ, наверное, это вещи, которые всем пациентам предоперационно должны быть сделаны, поскольку подавляющее большинство из этих больных, за редким исключением. Конечно, будут получать профилактику с помощью гепарина, и здесь вот этот параметр нам будет чрезвычайно важен. Среди дополнительных лабораторных обследований некоторым пациентам потребуется более углубленное изучение углеводного обмена, некоторым потребуется оценка тиреоидного статуса, и тем из пациентов, кто получает варфарин или тем, кто будет получать варфарин в будущем, возможно, потребуется определение МНО. Ну вот, про вопросы, связанные с проведением коагулограммы, мы поговорили. Натриуретический пептид. Ну, конечно, это далеко не все пациенты, и это, наверное, те лечебные учреждения, где нет возможности посоветоваться с кардиологом по каким-то причинам, потому что многие из онкологических больных будут иметь симптоматику, не позволяющую исключить сердечную недостаточность. Вот здесь нормальный уровень МНУП – это как раз тот маркер, который позволит исключить сердечную недостаточность как причину клинической симптоматики. То есть, широкое применение этого параметра, наверное, в нем нет необходимости, но ряд практических вопросов с помощью BNP, конечно, может быть решен. Еще сложнее сказать что-то о других маркерах повреждения миокарда, например, галектин и так дальше, потому что таких работ просто мне не удалось найти. По поводу кардиоспецифических ферментов тоже временами переоценивается их значение. Конечно, это только диагностика острого коронарного синдрома, который, естественно, у пациента с любым онкологическим заполеванием может быть значительно искажена и основываться только на уровне кардиоспецифических ферментов. Даже тропонина, даже высокочувствительного, к сожалению, не всегда нам удается. Инструментальное обследование, помимо рутинных электрокардиографического и рентгенологического обследования, обязательно должно включать в себя измерение артериального давления врачом, не только самим пациентам. Нам нельзя только ориентироваться на самоконтроль больных, обязательно надо самостоятельно это сделать. И, возможно, действительно измерение плечо-лодыжного индекса будет здесь не лишним. И если специалист будет наблюдать за этим пациентом на протяжении ряда какого-то времени, этот плечо-лодыжный индекс может, в общем, наверное, меняться. И это тоже станет интересной диагностической информацией. Обязательно, особенно для пожилых пациентов, для пациентов с вегетативной дисфункцией, с сахарным диабетом, проведения ортостатической пробы. В рекомендациях для подготовки обычных пациентов к хирургическому лечению говорится о том, что эхокардиограмма должна проводиться в зависимости от того, какой риск сердечно-сосудистого заболевания у пациента. Для онкологических пациентов, конечно, надо сказать, что, наверное, абсолютно всем из этих пациентов требуется исходно провести эхокардиографическое исследование по ряду причин. Этих причин гораздо больше, чем причин против того, чтобы всем этим больным делать их. Конечно, практически все эти пациенты по тем или иным показаниям будут подходить для проведения этого исследования. А вот через пищеводное эхокардиографическое исследование, конечно, нужно гораздо меньшему количеству этих пациентов. В основном это уточнение характера клапанного поражения или выявление внутриполосного тромбоза при нарушениях ритма. Более простые инструментальные исследования, которые тоже могут быть отнесены к дополнительным, это суточное холтеровское мониторирование для исключения нарушений ритма и проводимости у больных, у которых мы выявили какие-то жалобы или анагностические данные, не позволяющие их исключить. А также это, в общем, в определенной степени возможность для диагностики ишемической болезни сердца ослабленным пожилым больным, которые не могут по каким-то причинам быть подвергнуты нагрузочному тесту на велоэргометре, тредмиле или если у нас нет возможности проведения фармакологического стресс-теста. Суточное мониторирование артериального давления, конечно, тоже не всем пациентам надо, но в ряде случаев это инструмент, который позволяет очень точно оценить эффективность проводимой гипотензивной терапии и убедить, скажем, хирурга и анестезиолога в том, что несмотря на то, что гипертония есть, это все-таки не настолько весомое и значимое клиническое состояние, которое препятствует проведению хирургического лечения и на фоне адекватной терапии даже самому тяжелому гипертонику, в общем, иногда удается провести адекватную хирургическую помощь. Ну вот про нагрузочные тесты мы сейчас чуть позже еще поговорим, а больным, у которых мы, например, в анамнезе видим указание на нарушение мозгового кровообращения, транзиторную ишемическую атаку, или видим какие-то клинические признаки атеросклероза магистральных артерий головы и шеи, или шум выслушиваем над сонными артериями, конечно, должна быть выполнена ультразвуковое исследование этих сосудов одновременно с изучением венозного русла нижних конечностей. Ну вот по поводу нагрузочных тестов. Это, конечно, инструмент очень удобный, но, к сожалению, не настолько широко распространенный и, к сожалению, не всегда применимый у этих пациентов. Самая большая популяция, на которой нагрузочные тесты чрезвычайно хорошо изучены, это больные прежде всего со злокачественными новообразованиями системы органов дыхания, с раком легкого прежде всего. И вот здесь довольно свежая работа, в котором 210 пациентов с различными, с раком легкого различной стадии были разделены в зависимости от максимального потребления кислорода. Это основной такой интегральный параметр, который мы получаем в результате кардиопульмонального нагрузочного теста. Это, конечно, методика, которая позволяет гораздо глубже изучить работу и сердечно-сосудистой, дыхательной системой, она не ограничивается только выявлением ишемической болезни сердца. Ну и здесь прекрасно видно, что в зависимости от степени снижения вот этого максимального потребления кислорода значительно отличается прогноз этих пациентов и в отношении общей смертности, и в отношении развития осложнений со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистых осложнений и сердечно-сосудистой смертности. То есть этот параметр чрезвычайно важен в прогностическом отношении, но вот если затем посмотреть на цифры по этим пациентам, то что мы увидим? Достоверно отличаются у больных в этих подгруппах возраст, индекс массы тела, хирургический риск, выраженность артериальной гипертензии, объем форсированного выдоха за первую секунду. Это при том, что больные с значительным снижением, с значительно выраженными обструктивными изменениями в функции внешнего дыхания были исключены из этого исследования. И, скажем, сама стадия злокачественного новообразования. Вот эти параметры отличались достоверно. А вот, например, ишемическая болезнь сердца, в этих подгруппах не отличалась. То есть, наверное, нагрузочный тест может быть рассмотрен не просто как инструмент выявления ишемической болезни сердца, хотя это очень важная задача, но как вот интегральный параметр, который будет говорить о вообще дальнейшей судьбе пациента. И поэтому в ситуации, когда проведение нагрузочного теста нам недоступно по каким-то причинам, связанным с пациентом или с техническими особенностями, наверное, вполне рационально было бы обратиться вот к такой таблице, которая в наших рекомендациях по предоперационному введению пациентов приведена. Это те вопросы, которые в ходе интервью мы должны задать пациенту для того, чтобы предположить, активность какого уровня ему доступна. И здесь, в зависимости от того, что он может себе позволить в реальной практической жизни, мы можем оценить метаболические единицы. Ну, по сути, это, в общем, какое-то представление о том же самом максимальном потреблении кислорода, который мы получаем в кардиопульмональном тесте и который так хорошо отражает послеоперационную судьбу пациента. Для чего мы собираем всю эту информацию? В чем смысл? Мы, конечно, пытаемся дальше как-то воздействовать на сердечно-сосудистые риски. И мы могли бы, в принципе, если бы у нас были для этого административные возможности, да, мы могли бы в эти несколько недель и месяц уложиться и с некоторыми кардиохирургическими процедурами. Ну, например, установить электрокардиостимулятор для больного с браденарушениями ритма. Это вполне возможная вещь, и сейчас это, ну, действительно, несколько суток занимает от момента начала переговоров до, собственно, проведения процедуры. Здесь только важно понимать, что если мы готовим больного к хирургической какой-то операции, если во время этой операции планируется использование электрохирургических методов, то этот электрокардиостимулятор должен быть на время операции настроен определенным образом на синхронное сокращение для того, чтобы применение, скажем, коагулятора не исказило работу самого прибора. Я здесь не указываю ни процедуры радиочастотной аблации, потому что, в общем, для этих больных это практически не актуально, ни, скажем, ресинхронизирующую терапию или имплантацию кардиовертора дефибриллятора, потому что, ну, в ходе операции, если тахи нарушения ритма фатальные возникают, дефибрилляция может быть выполнена, ну, собственно, персоналом, который при этом присутствует, то есть это не совсем актуально. А вот в послеоперационном периоде для больных, которые угрожаемы по развитию фатальных нарушений ритма, может стать актуальным вот отношение такого носимого кардиовертора дефибриллятора. Такая сейчас возможность появляется постепенно. Коррекция клапанных пороков. Крайне редко бывает возможно, да и практически невозможно при выполнении большой операции по протезированию клапанов. В основном речь идет, естественно, о приобретенных пороках сердца. Это прежде всего аортальный стеноз, реже метральный стеноз. И сейчас появляется довольно много возможностей по эндоваскулярному, по эндоваскулярной коррекции порока аортального клапана. В основном это через аортальная имплантация. И эта процедура как раз показанная пожилым, ослабленным пациентам с коморбидностью и в том числе со злокачественными новообразованиями. Эта процедура могла бы быть выполнена. И да, она несколько хуже сейчас пока корригирует порог, чем открытая операция. Но для этих пациентов это хорошая борьба с снижением сердечно-сосудистой летальности. Пациентам с выраженной метральной регургитацией тоже может быть выполнена эндоваскулярная коррекция при проведении процедуры метроклип, так называемой. Чрезкожное коронарное вмешательство, аортокоронарное шунтирование у больных с ишемической болезнью сердца также могли бы быть проведены тоже в очень сжатые сроки. И это также потенциально возможно и часто делается на практике. Но вот на сегодняшний день, к сожалению, нет однозначных данных, которые свидетельствовали бы в пользу проведения именно хирургической коррекции ишемической болезни сердца, а не проведения медикаментозной терапии. И на онкологических пациентах этой разницы и подавно пока никто не показал. То есть это настолько особый контингент, что здесь требуется совершенно проведение особых исследований. Что включает в себя эта оптимальная медикаментозная терапия? Основные направления – это подбор адекватной антиагрегантной терапии, если у больного есть атеросклероз или какие-то его проявления в виде ишемической болезни сердца. Назначение антикоагулянтов при мерцательной аритмии для профилактики тромбоэмболических осложнений или если речь идет о профилактике тромбоэмболии легочной артерии. И здесь чрезвычайно важно обсуждение вот этих мостов на время операции и после операции. Назначение статинов, которое очень большим количеством вопросов окружено у онкологических пациентов. Непонятно, насколько вот эта долгосрочная стратегия снижения сердечно-сосудистых рисков может помочь этим пациентам, у которых риски во многом обусловлены другими совершенно вещами. Тем не менее, информации о том, что статины им не показаны, нет. И поэтому мы должны все-таки их назначать вместе с остальной терапией, с бета-блокаторами, с ингибиторами АПФ, которые показаны многим нашим кардиологическим пациентам. Ну и в заключении хотел бы сказать, что естественно вот этому особому контингенту пациентов онкологических, которые идут на хирургическое лечение, необходимо, чтобы сложилось какое-то мнение экспертов, которое будет должным образом оформлено и поможет разрешить вот эти не всегда простые этические вопросы взаимодействия специалистов в разных областях. Уточнение этих алгоритмов возможно только с помощью продолжения исследований, пусть маленьких, пусть небольших, пусть это будут какие-то единичные клинические наблюдения, а может быть, если нам повезет, то и большие регистры. И, конечно, нам для этого требуется очень мощная административная поддержка, потому что крайне редко мы видим центры, в которых и оказывается грамотная хирургическая помощь большому количеству онкологических пациентов, и при этом есть достаточно мощная кардиология с возможностью хирургической помощи больным с ЭБС или с клапанными пороками. Ну вот мы надеемся, что однажды на базе 24-й больницы такой центр будет сформирован. Спасибо за внимание. Какое ваше мнение, прислала нам пользователь Елена Кулибаба, да? Какое ваше мнение относительно выполнения стресса кардиограмм с целью оценки риска оперативного вмешательства? Пожалуйста, Александр Селович. Этот вопрос на самом деле чрезвычайно важен, и он часто встает именно в практическом таком аспекте. В наших рекомендациях для общей когорты пациентов, не онкологических, там говорится о том, что все высокотехнологичные такие методы диагностики кардиологических заболеваний, в частности нагрузочные тесты, проводятся в том случае, если они могут каким-то образом изменить тактику ведения пациента. Ну вот, например, с помощью стресса мы выявим ишемическую болезнь сердца и отправим больного для кардиохирургического вмешательства. Это вот как раз следующий вопрос, целесообразно ли выполнение ЧКВ. То есть ответ будет один и тот же. Значит, в случае с онкологическим пациентом здесь еще более актуально исходить именно вот из этого вопроса. А что это в судьбе пациента изменит? Значит, если у больного имеется отчетливая клиника ишемической болезни сердца, то здесь вопрос только один. Мы верим, что в его случае именно реваскулиризация коронарная будет более эффективна или она, скажем, более возможна, чем проведение оптимального медикаментозного лечения. Или мы считаем, что здесь вполне возможно справиться с помощью лекарственных препаратов. Никаких рекомендаций, основанных на данных доказательной медицине для этих пациентов, еще раз повторюсь, нет. Поэтому каждый раз это будет основано на искусстве врача. Каждый раз это будет персональная ответственность врача. Ну, собственно, в этом и состоит наша работа. Каждый раз взвесить баланс риска и пользы, исходя из того, что дальше с больным должно происходить. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...